Всем добрый вечер, спасибо большое, что присоединились к нашему вебинару. Это Белорусская Ассоциация Журналистов при поддержке Международной Федерации Журналистов в этот нелегкий коронавирусный и вообще нестабильный час делает такие онлайн-встречи для того, чтобы мы, журналисты, становились более технологичными, лучше делали свою работу, знали больше, умели больше, и наш журналистский продукт становился тоже более крутым и эффективным. Спасибо всем, кто часто ходит на наши вебинары. Мы продолжим, безусловно, эту хорошую нашу такую заведенку. Уже на следующий вторник анонсирован тоже очень интересный вебинар насчет того, как проводить журналистские расследования в эпоху пандемии. Наш коллега с Антоном Александр Ярошевич, журналист агентства «Белопан», победитель конкурса Белорусской Ассоциации Журналистов «Вольное слово», будет рассказывать про свои журналистские расследования и про то, как их делать. Я вам сейчас в чате кидаю ссылку на анонс этого мероприятия. Можете регистрироваться. Мы еще на сайте много раз напомним, я буквально несколько часов назад только разместил этот анонс. Что касается сегодняшнего вебинара, тему вы знаете. Наш гость Антон Сурапин, человек, которого хлебом не кормят, дай попробовать всякие мультимедийные инструменты. Правила наши, как всегда, просты. Все вопросы мы пишем в чат, и потом мы сделаем через час где-то серию вопросов и ответов, и потом еще через час серию вопросов и ответов, чтобы все, что вы спросите, Антон мог ответить. Но я передаю слово Антону, я буду следить за порядком, за тем, чтобы никто случайно не включил свой микрофон или еще чего-то не произошло. Если у вас есть какие-то вопросы в чате, мы им всегда рады. Антон, я знаю, готовился сегодня, разминался, и даже гантели поднимал, чтобы быть в форме. Пожалуйста. Абсолютно верно, Борис. Гантели вон лежат. Я их подложил подальше, чтобы не смущать людей. Я, Борис, единственное попрошу, отключи, пожалуйста, видео всех участников, чтобы те люди, у кого слабый интернет, чтобы не забивался канал. Мало ли кто-то сейчас едет на дороге. Уже никого нет, кроме меня, видео. Я тоже сейчас сеанс прячусь. Ага. Вот, да, всем привет. Меня зовут Антон Суряпин. Как Борис сказал, человек, которого хлебом не кормит, дай всякие мультимедийные фишечки потрогать. Это касается фото, видео, интерактивных картинок, инфографика, я летаю на дроне и так далее, и так далее. Вот. Вот, Антон, и голос из темноты. Просьба тебя максимально громче говорить, потому что, ну, сам понимаешь, Минск, Астана — это не близкие расстояния. Согласен. Вот. И сегодня наше занятие будет разделено на две части. В первой части я покажу крутые, красивые, интересные спецпроекты, которые были созданы на тему COVID. Это будет для вдохновения. И во второй части я покажу инструменты, такой список просто инструментов, с помощью чего вы можете в своих редакциях сделать что-то подобное. Итак, поехали, включаем. Так, Борис, у меня отключена демонстрация экрана. Включил тебе возможность, подключайся. Вообще, Антон, демонстрация сейчас в нашей стране — это такая хлопотная дельца. Да-да-да. Начнем нашу первую часть — вдохновение. Я смотрел, отсматривал то, что было в первую волну коронавируса. Тогда был прям бум крутых, красивых спецпроектов. И вот выбрал для себя несколько работ, которые надо увидеть обязательно. Это чаще всего сложные работы. И просто так сходу с налета за один день вряд ли это возможно повторить. Но я надеюсь, что люди, которые пришли на этот вебинар, заинтересованы, мотивированы в том, чтобы разнообразить то, что они делают. И поэтому имеет смысл это показать всем. Сейчас открывается ссылка. Там, очевидно, US в названии, а в US сейчас выборы и тоже время нестабильное, Антон. Согласен. Так. Сейчас вы видите слайд с презентацией, да? Да, именно так. Тебе нужно переключить... Да, сейчас я переключаю. Вот она. Так. Сейчас видно, да? Итак, это спецпроект Washington Post. И мне здесь безумно нравится то, как это заверстана в визуализации. Обратите внимание сейчас на главную картинку. Как разработчики спецпроекта визуализировали количество смертей по штатам, по штатам и конкретным городам. Это просто феноменально. Это цепляет. Это безумно красиво. Это безумно информативно. Так мы видим здесь, что и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, справа сверху, мы видим очень яркое свечение. А, например, в штате Монтана там почти не было смертей. Честно признаюсь, я без понятия, каким образом разработчики этого спецпроекта сделали такую инфографику. И есть очень серьезное подозрение, что это какой-то внутренний движок Washington Post. Это ресурс с несоизмеримо большими, чем у белорусских и, наверное, российских медиа и казахстанских медиабюджетами. Они могут себе, видимо, позволить нанять программистов, которые разработают такую красоту. Но как эта красота? То есть это спецпроект, который идет на стыке технологий и журналистики. И это безумно красиво. Можно сделать стандартными, публично доступными инструментами, часто бесплатное нечто подобное. Но это неповторимо, то, что мы сейчас видим. Ну а далее спецпроект выглядит, в принципе, довольно тривиально в плане верстки. Текст, текст, текст. Фотография во весь экран. С подписями фотографий. Опять текст. И много красивых фотографий. Здесь я хочу обратить внимание, этот спецпроект нам показывает про то, как структурируются материалы, потому что очень часто люди, которые начинают впервые работать со спецпроектами, которые начинают изучать функционал Тильды, но я сталкиваюсь, я учу людей работать с Тильдой, сталкиваюсь с тем, что люди начинают делать радугу, используют триллион разных блоков, ставят фотографии и в колонки, и в две, и в три, и во весь экран, и разрисовывают каким-то образом, то есть используют какие-то лишние цвета, которые неактуальны. Здесь вот обратите внимание, насколько гармонично это все смотрится. мы видим просто фото и текст. Да, текст и фотографию с подписью. Это выглядит очень гармонично, то есть весь проект состоит, по сути, из фотографий и текста, но не считая, конечно, инфографики в самом начале, про что я отдельно говорил. Рекомендую. У вас эта ссылка будет в презентации, я ее никуда удалять не буду. Жесточайша, как говорят в Беларуси, рекомендую ознакомиться с этим проектом, посмотреть, пощупать. Вашингтон посдает доступ бесплатный, у них появал, но к этому проекту можно бесплатно, без регистрации подключиться, посмотреть его. Можно показать каким-то знакомым программистам, может быть, они покажут, придут им в голову идеи, каким образом вы можете для своих редакций сделать нечто подобное. И идем дальше. Следующий проект у нас New York Times. New York Times сделал спецпроект про то, по дням. По дням коронавирус, мир на карантине, по дням, это тоже редакция с очень большими ресурсами, и они могут себе позволить публиковать собственные фотографии, делать собственные фото из разных вообще уголков земли, то, чего белорусские медиа позволить себе не могут. И здесь тоже обратите внимание, насколько, казалось бы, все просто, но насколько это стильно и информативно. Там у нас было Сан-Паулу, здесь Милан 20 марта, Нью-Йорк 19 марта, пустые улицы. Затем идет опять же текст и фотоистория. Дальше это уже начинаются просто фотографии, как продолжение того, что мы видели в самом начале. Это безумно красиво, это, несмотря на очень малое количество текста, это безумно информативно, потому что, когда читатель наш читает, там, мир остановился, мир на карантине, там, в Нью-Йорке ввели карантин, в Милане ввели карантин, ну, прочитал человек, что он понял. Я, например, более визуально заточенный человек, мне больше запоминается и понятнее визуал. И такой спецпроект, это безумно наглядная иллюстрация того, что произошло с планетой в эпоху ковида, когда была первая волна. Сейчас долистаем до конца. Также ссылка будет, посмотрите, потрогайте, полистайте. Я тебя, Антон, призываю следить за временем. Да, я слежу. Если будут, то мы даже сможем потом посмотреть. Я слежу, все нормально. Будут вопросы еще. Так, далее. Далее мы переходим снова к Вашингтон-Посту. И следующий проект Вашингтон-Поста это про инфографику. Это скорее не про картинки, не про фотографии. Это про визуализацию данных, которые точно так же очень хорошо наглядно показывают, что вообще происходит. Вот найдем Беларусь. Всего кейсов 100 400. Это данные на вчерашний день, насколько я понимаю. и 989 официально зарегистрированных смертей. И это проект про инфографику, благодаря которому мы можем понять, что вообще сейчас происходит в мире. И это тоже, мне кажется, безумно круто, безумно красиво, потому что даже та статистика, которую дает Google по запросу коронавирус, Google дает статистику, но это не до такой степени информативно все-таки, мне кажется, потому что там как минимум нет разноса по странам мира. То есть на карте мира не нанесены эти данные. И не совсем понятно там банально Эквадор. Как там в школе на уроке географии Эквадор это Южная Америка или Африка. Что-то в этом плане. И здесь мы видим полную картину по всему миру. И это, мне кажется, круто. Здесь работа с большими данными. Этот спецпроект, он обновляется регулярно. То есть это не то, что журналисты сделали и забыли. Там вот давайте мы делаем этот проект в середине апреля, давайте мы его сделали в середине апреля, визуализировали, ну а дальше там хоть как-нибудь оно само рассосется. И само как-то будет обновляться. Нет, видно, что вот прям по сегодняшний день, 3 ноября, этот проект обновляется и показывает полную картину по миру. Следующий проект у нас из Центральной Азии. Коронавирус нет, нет, нет. Это про визуал. Это про красивый, смешной визуал. Но на самом деле в этом спецпроекте, несмотря на такую смешную картинку на заставке, в этом спецпроекте очень важная тема. Фейки. Три точки «Знаешь, что смотришь», «Нью репортер» и «Фактчек КЗ». «Привет, Астане» еще раз. Это про фактчек, про фейки и опровержения о COVID-19. И здесь собрано очень много информации. На данный момент уже теперь собрано много информации. Раньше, когда я только заметил этот проект, здесь было буквально там, наверное, 10 новостей. Мне немножко больно обидно, наверное, то, что проект сейчас не обновляется. Последнее обновление было 24 августа 2020. Но почему я его показываю? Потому что если вам нужно вдохновение, посмотрите на этот проект и сделайте для своей аудитории. Никто лучше вас, живущих в ваших городах, не знает, какие фейки про COVID-19 ходят среди там условного жителя Минска, жителя Слуцка, жителя Москвы и так далее. Посмотрите, соберите такие заблуждения, фейки, которые есть в вашем регионе и ничто не мешает сделать вам примерно то же самое. Здесь еще использована анимационная инфография, это мы сейчас немножко подробнее посмотрим. Вот если обратите внимание, не знаю, видно вам или нет, но снизу идет ползунок около кнопочки паузы. И ползунок движется в сторону апреля 2020 года и по дням, как изменялось, в каких странах виральные фейки о коронавирусе чаще попадали в поле зрения фактчекеров. Где-то тогда лидировала Испания, где-то была Индия, где-то Тайвань, США и так далее. Это сложная инфографика, ее довольно тяжело сделать. Даже на этапе сбора данных найти фейки, если вы не профессиональный фактчекер, если вы не живете этой темой, я, например, не представляю, где я бы искал такие данные про фейки. Но любые другие данные визуализировать можно таким же образом. И делается это с помощью сервиса справа снизу написано, если видите, звездочка красненькая, A Flourish Embarked Charter Race. Сервис Flourish будет у нас дальше в презентации. И вот просто посмотрите, какую красоту можно с помощью нее сделать. Вот такой интересный проект из Центральной Азии. И пойдем дальше. А дальше у нас теперь перемещаемся в Калининград. То, что я заметил на klops.ru ушли, спасая наши жизни, по данным регионального Минздрава, коронавирус унес жизни пяти калининградских медиков в скором списке три врача и две медсестры. Вспоминаем всех поименно. На самом деле, это тоже старый проект. И я подозреваю, что он больше не обновляется, потому что здесь данные на 3 мая, 12 мая, 6, 29 июня. Последнее обновление, последняя смерть от 9 июня. Проект не обновляется, но все же дизайн. Здесь мы смотрим на дизайн, и это очень красиво. Это очень стильно, несмотря на то, что это очень грустно. Прочитать о человеке я нажал. Мы переходим на вкладку про человека. Можем посмотреть фотографии человека. Можем вернуться на главную, почитать про кого-то еще. Светлана Георгиевна Соловьева. Если у вас в редакции нет тильды, что можно сделать? Можно собрать истории врачей, сделать спецпроект, даже без такой специальной верстки. Я думаю, это будет не проблема. Просто собрать информацию про людей, которые ушли, спасая наши жизни. Особенно это актуально для Беларуси. Здесь у нас международный вебинар. Получилось так. Но в Беларуси, чтобы понимали люди из России и Казахстана, по официальным данным за последние сутки было зарегистрировано 4 смерти. Только в моем информационном пространстве, в моем фейсбучке, за последние сутки ушли 2 человека. А всего по стране их было 4. И визуализировать проблему, показать проблему, хотя бы артикулировать проблему путем создания какого-то спецпроекта. Мне кажется, это неплохая идея. И если сделать нечто подобное в плане ворске, в плане дизайна, я не думаю, что это слишком сложно будет. И переходим к следующему проекту. Это спецпроект «Мир на карантине». Тут уже немножечко самореклама. Этот проект верстал непосредственно на «Я». Здесь на главной картинке мы видим Земля движется. Это прямая трансляция со спутника, который сейчас где-то вокруг земного шара летает. Это не гифка, это не просто оффлайновое видео, это прямая трансляция. И здесь использована интересная такая штука, которая мне очень нравится. Это интерактивная картинка, но в данном случае я ее использую как карту. Например, «Мир на карантине» у нас сколько? Больше 14, по-моему, историй здесь. Или больше 14 стран. И этот проект, он очень длинный, очень большой, но он, например, нас интересует только условно США. Мы нажимаем на точечку США и, пожалуйста, перемещаемся в США. Тут гифка. Просто визуализация, где это примерно находится. Для США не актуально, но, например, для Кении. Где Кения? Это, в принципе, имеет смысл делать. Такие гифки, чтобы показывать, где это вообще. И что вообще в этом проекте? То есть мы выбираем, например, условно Франция. Читаем коротенький лид. И дальше все очень просто. Это просто колонка с текстом и колонка с фотографиями. Фотографии в этом блоке это создано на сельде. Фотографии в этом блоке не кликабельные. Но я думаю, что увеличить, открыть, например, картинку в новой вкладке и посмотреть в большом размере, кому надо рассмотреть что-то, он это сделает. Это, конечно, не тот уровень, который мы видели у New York Times, потому что наши герои, герои зеленого портала сами присылали фотографии. Это непрофессиональные фотографы. Это люди, которые, ну, там, непрофессиональные блогеры и так далее. Если с текстом можно еще что-то сделать, то с фотографиями, с фотографиями, когда это снято на телефон, где-то на ходу, на лету, это довольно сложно. Но все же, но все же рассказать историю, где, как, в какой стране, каким образом происходит карантин, как мир остановился, мир на карантине, напомню, называется спецпроект, это, ну, вполне себе рабочий инструмент сделать нечто такое. Так, можно какую-нибудь обратную связь? Меня видно, слышно? Да, Антон, мы тебя видим, слышим и готовим свои вопросы. Отлично. Потому что сейчас соседи подумают, что я тут это, с ума сошел, вызовут дурку, сидит сам с собой, разговаривает. Так, последние, все у нас работают. Ты же нам расскажешь про все эти мультимедиа. Да, да, конечно. Сейчас мы просто смотрим для вдохновения, как это вообще может быть, как могут выглядеть спецпроекты. И вот, скажу честно, если бы не создание вот этих гифок с картой, где вот на Шотландию сейчас наезжает, поплывает камера, то создание верст этого спецпроекта не заняло бы, если так, полный рабочий день, не отвлекаясь на какие-то другие вещи, оно заняло бы примерно, наверное, дня два, максимум три. Просто из-за того, что слишком много Ctrl-C, Ctrl-V. Но сама по себе структура этого проекта вы видите простая, то же самое, что мы видели в Washington Post и New York Times. Не надо придумывать светофор и делать сто пятьсот разных лишних блоков. Это еще раз артикулирую, потому что это довольно частая ошибка, когда люди начинают работать с чем-то большим, красивым, и считают, что чем больше блоков, тем оно лучше выглядит. И переходим к нашему последнему для вдохновения проекту. Это снова самореклама. Уж простите, просто так получилось, что я работал над двумя спецпроектами, связанными с ковидом. Это история пандемии в фактах. Это тоже спецпроект зеленого портала Green Belarus Info. Здесь у нас на первом экране ничего особенного, на втором у нас видим таймлайн. Таймлайн, на котором вполне себе визуально понятно. Видите, вот снизу там есть сотый, тери, 180-й, по-моему, год. Мы видим, как мир накрывали пандемией ранее. Когда была черная смерть, и оказывается, что по сравнению, например, с Юстиниановой чумой или с эпидемией холеры, черная смерть, она в принципе была довольно, она унесла много жизней, но она была довольно короткая. Мы можем здесь попрыгать около азиатского гриппа и так далее, и так далее. Такой таймлайн, он очень понятен людям, вашей аудитории, что, где, когда, то есть всякие спецпроекты, визуализации и так далее, это про понятность людям, донести какую-то информацию, которую сложно воспринимать условно сухим текстом, донести эту информацию как-то визуально более понятную. И дальше у нас есть рассказы про рассказы про все эти эпидемии с такими карточками, или подобие карточек, не медуза, но некое подобие карточек все-таки есть. Цвет фона здесь видите коричневый, потому что меньше смертей, из тенианова больше смертей черный цвет, черная смерть еще чернее и так далее. Также у нас есть навигатор вверху, гонконгский гриб, азиатский гриб и так далее. И можем вернуться по кнопочке легко и быстро на таймлайн и еще раз посмотреть, что, когда, зачем было. Когда-нибудь эпидемия ковида закончится, граница откроется и тогда придется добавлять сюда еще и эпидемию ковида наносить на этот таймлайн. Вот, я надеюсь немножечко вам было интересно, немножко про красоту. Сейчас посмотрим, что у нас в чате. Да, в чем сверстан этот таймлайн, Катерина, я отвечу про это, когда мы будем говорить в блоке про таймлайн. Я расскажу все инструменты, два инструмента, с помощью которых делать можно такие таймлайны. Он, сразу забегая наперед, этот таймлайн был сделан забесплатно, то есть безвозмездно, и в нем нет никакой ни рекламы и так далее. Но про это поговорим чуть дальше. Итак, тогда мы переходим дальше к нашей презентации. и возвращаемся к презентации. Ссылки мы уже все посмотрели. И для начала в чем заверстать красиво? Как сделать для аудитории что-то необычное? И самый банальный и, наверное, на мой взгляд, самый правильный ответ в чем заверстать красиво такую красоту, особенно если вы не профессиональный программист, который на спецпроектах уже собаку съел, или если у вас в редакции нет ресурсов типа там 2000 долларов достать программеру положить? Ответ тильда. Тильда это кто не знает это прям мега крутой инструмент для создания верстки различных сайтов, коммерческих лендингов и так далее. Я тоже делаю коммерческие сайты в тильде. И тильда это безумно гибкий инструмент для создания как раз таки лонгридов. И сейчас я бы хотел показать вам пару пару видео пару видео нет бру видео попрошу кого заинтересовало чтобы вы посмотрели позже сами. А сейчас мы почитаем хорошую шпаргалку как делается из чего состоит лонгрид анатомия лонгридов. Я немножко прокомментирую где-то может быть с позиции своего опыта. Ну в принципе я на анатомию лонгридов ориентировался когда делал свои первые работы потому что здесь прям все безумно понятно это этот материал опубликован администраторами создателями тильда. Ну понятно они скорее всего нанимают для этого фрилансеров но это не какой-то там неизвестный блогер если загуглите в гугле например как создать лонгрид и вам там будет сто пятьсот миллиардов ссылок от неизвестных сайтов будут и от известных но чаще всего от неизвестных а здесь это у нас прям такая шпаргалка по которой если вы боитесь это знаете вот это боясь журналист очень часто чистого листа когда там вы написали первые три предложения то дальше уже идет как по маслу тогда у вас прям белый чистый лист и вы не знаете с чего начинать работу пожалуйста вдохновитесь посмотрите вот эту красоту она еще интерактивная и тут есть описание что это вообще такое то есть какой должен быть текст что такое параграф какие что такое персона конкретно в сельде списки ключевые фразы и так далее это безумно вам упростит задачу работу если вы впервые начинаете работать с каким-то большим форматом уже старшайше рекомендую галерея например вот из последнего то что мы с вами смотрели две работы мои клопс там где истории врачей которые погибли вперед в разгар эпидемии про фейки из центральной азии проект это проекты которые были сделаны как раз таки на тильде да сейчас я скину ссылку пожалуйста кому удобнее самому самой пощелкать вот ссылка в чатик я закинул можете нажать посмотреть что замечательное в это в этом материале повторюсь еще раз это то что здесь прям все пошагов разложено разжевано для любого новичка ну то есть понятное дело что условный школьник мальчик Петя 10 лет который еще не умеет писать то он вряд ли что-то сделает подобное если вы уже умеете писать но вам нужно вдохновение как потом это писанину заверстать сделать красиво особенно если у вас есть там 100-500 миллиардов фотографий а еще и видео и данные для инфографики какой-то то посмотрите эту шпаргалку жутко рекомендую ну если будете планировать уходить в создание коммерческих сайтов то есть по соседству вкладка формула лендинг пейдж здесь собственно точно такая же пошаговая понятная шпаргалка как вы делаете сайт или же нам показываешь презентацию сейчас ааа что вы молчите так теперь видно да теперь видно извините пожалуйста Даша поэтому я ждал когда начнется комментарий вот у нас Anatomy Лангрида эта ссылка будет в презентации которую вы получите после вебинара и кто не может открыть кому неудобно открывать ссылку из чата вот как выглядит эта шпаргалка например обложка заголовочный комплекс и так далее все эти элементы которые здесь есть они кликабельные и тут прям расписано для начинающих ну не только начинающих кстати как что это такое для чего оно нужно например tooltip используйте небольшие подсказки чтобы кратко объяснить смысл слова или дать ссылку на статью кнопка шаринга для чего нужна карточка краткое емкое выражение объяснение краткое емкое объяснение термина или понятия и так далее если начинаете работать с лангридом уже старшайше рекомендую посмотреть это также здесь в презентации будут ссылки основы основ тильда видеогид на 24 минуты и я тоже очень сильно очень настойчиво рекомендую перед тем как вы начнете что-то где-то делать что-то верстать почитайте пожалуйста информацию которая есть по ссылкам и посмотрите эти видео причем посмотрите не так что поставил телефон где-нибудь там за 3 километра от себя и пошел не знаю кофе пить слушать одним ухом эти видео на самом деле нужно посмотреть очень внимательно потому что история я сверстал там пару проектов и потом какой-то у меня был вопрос заминка не знал куда там что нажать и начал смотреть видеогид по основным функциям вот этот то есть в тот момент когда я уже понимал что в принципе это я стильный разобрался и из большего что-то такое самое основное знаю когда я начал смотреть это видео понял что я вообще нифига не знаю про тильгу и пересматривал это видео сначала одним ухом а потом когда понял что я ничего не знаю пересматривал уже внимательно в наушниках не отвлекаясь где-то там в дороге очень сильно рекомендую потом следующим шагом рекомендую посмотреть как сделать лонгрид видео урок на 35 минут это тоже очень важно для журналистов тут такие вещи очень часто автор капитанит это очевидность но все же но все же бывают такие фишки именно приемы технические моменты без понимания которых сделать что-то красивое вряд ли получится получится просто что-то банальное как то что есть уже у вас на сайте то что вы можете сделать и без использования тильда ну и тут есть будет ссылка еще как сделать статью видео урок на 5 минут и тут надо обратить будет внимание на разницу в подходах между делаем лонгрид и делаем статью потому что статья это одно направление лонгрид это другое и здесь очень хорошо когда вы посмотрите эти два последних видео очень хорошо объясняется в чем собственно сама разница вот как-то так вы сейчас видите мой браузер сейчас мы видим твой браузер да отлично тогда мы переходим к презентация закрылась сейчас одну секундочку так а теперь вы видите презентацию да именно так отлично и дальше у нас в презентации дальше мы идем по инструментам итак перед нами стоит задача визуализировать цифры и данные сравнить сравнимое ключевое здесь сравнить сравнимое потому что я думаю все понимают что сравнивать зеленое с кислым или не знаю высокое с красным это не совсем правильно для сравнений для визуализации и так далее нам нужна инфографика инфографику мы видели с вами вот в том спецпроекте Вашингтон Пост там где США и светящиеся лучики по количеству смертей это тоже инфографика мы видели инфографику в проекте который говорил про фейки вокруг ковида помните там где анимационно красиво что-то куда-то перелетало и так далее это тоже инфографика пусть и анимированная мы видели инфографику в спецпроекте по-моему да Вашингтон Пост это тоже там где весь проект был построен в принципе на инфографике и я хочу вам сейчас показать еще один спецпроект который про ковид-19 и который вообще целиком построен на инфографике так видим браузер правильно да все видно отлично внезапно оказывается что источник опубликовали этот материал South China Morning Post Южный Китай но работа очень крутая я почему на этом артикулирую внимание потому что это на английском языке а не на китайском если вы не понимаете английский пожалуйста в браузере Google Chrome правой кнопкой мыши перевести на русский и все у вас станет по-русски но здесь даже не столько важно читать сколько важно в контексте нашего вебинара посмотреть как авторы и сколько используют инфографику в этом проекте ну во-первых визуализация тут не такая визуализация как было у Вашингтон Пост и здесь именно рейтинг стран по количеству случаев ковида и по смертям ковида лидирует на сегодняшний день США США 9 миллионов 290 тысяч давайте найдем Беларусь и посмотрим обновили ли они потому что да по случаям выстроены по случаям ковида а не по смертям да 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 это по случаям да Беларусь тоже обновляют видите 10400 100400 в Беларуси есть и это свежая статистика точно так же обращаю внимание авторы не закинули не забросили этот проект типа и все и дальше нам ничего не надо и дальше у нас идет очень много инфографики здесь инфографика используется ну просто визуально посмотрите каким образом это выглядит мы видим здесь и одну длинную линию и 8 а это по странам и 8 маленьких буков и такого плана инфографику и такого плана инфографику это кстати у нас гифка скорее всего да это картинка это гиф изображение гифки мы тоже будем учиться создавать визуализация того как что происходило по дням хотя это и старая статистика еще февраль-март далее у нас есть карта на карту тоже нанесена инфографика и это вот кстати это не картинка я без понятия с помощью чего сделали именно вот эту картинку с зеленой картой но уверен что в фотошопе если у вас будет стоять такая задача в фотошопе вы сможете нарисовать примерно то же самое взяв просто контурную карту мира Белоруссии какого-то региона и так далее сейчас те карты все доступны здесь есть картинка это уже прям они тоже такая картинка это иллюстрация того как выглядит помещение госпиталь для больных коронавирусом здесь есть навигатор по ответам также инфографика инфографика это проект который еще полностью весь построен на инфографике и сколько разных типов ее здесь это просто феноменально почему я это показываю я хочу чтобы вы вдохновились чтобы не было заблуждения что инфографика это только вот эти диаграммы знаете там как в Microsoft Word в Excel в презентациях делают там условно столбики нарисовал и все вот у меня крутая инфографика или рисовали диаграмму круговую с разбивкой вот у меня крутая инфографика ну это как бы инфографика тоже неплохая но постоянно на одних диаграммах жить жить не будешь потому что это рано или поздно аудитория немножко уже начнет утомлять и аудитория скорее всего перестанет воспринимать более или менее адекватно эти графики также 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 здесь есть визуализация того как работают разные типы масок про руки и так далее и так далее ссылка будет если когда я надеюсь не если я надеюсь когда вы соберетесь работать с инфографикой тогда вы просто можете посмотреть и вдохновиться как можно сделать что для чего можно использовать какие может быть приемы фишечки использовать и так далее спасибо Китаю за то что показали нам такую красоту но еще одну красоту я вам сейчас покажу очень быстренько это РИА Новости в погоне за Оскаром это тоже феноменально красивая работа в плане того как визуализированы данные вот обратите внимание кто сейчас смотрит на экран обратите внимание на статуэтку желтую во-первых она интерактивная и когда подводим мышкой это название фильмов у нас выскакивает во-вторых смотрите я скроллю 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 и что осталось с этой статуэткой она разваливается взрывается на инфографику на визуал что-то здесь немножко в браузере подвисло сейчас перезагрузим она распадается на визуал предсказуемый Оскар слева у нас колонка с текстом справа у нас чистая инфографика которая визуализирует того кто как когда где по каким критериям и так далее получал когда-либо Оскар бойцовский клуб например здесь Титаник вроде бы земля и так далее даже если вас не интересует тема Оскара посмотрите с журналистской точки зрения на эту красоту хотя тут конечно это уже прям не то что на грани это за гранью технологий и журналистики потому что как журналист вы можете собрать всю эту информацию собрать кучу информации сделать такой лонгрид лонгрид написать и так далее но как вот визуализировать чтобы это таким образом где-то прыгало и так далее это уже опять вопросы к программистам но обратить на это внимание стоит следующие примеры я показывать сейчас не буду чтобы сэкономить время здесь у нас я вам поставил ссылки на примеры лучшие инфографики 2019 года ссылку на пинтерест дейли инфографик и визуали лучшие работы сервиса визуали а также есть ссылка на сообщество белорусских инфограферов в фейсбуке в уютном фейсбуке есть прям целое сообщество где собраны где тусуются общаются люди которые занимаются инфографикой если кому-то интересно пожалуйста никто вас оттуда не выгонит если не будете не знаю вести себя нехорошо и инструменты с помощью чего это все можно сделать мы видим браузер сейчас напоминаю опять да Борис напоминай мне пожалуйста потому что у меня с этим немножко оказывается немножко беда вот ссылки снизу мы видим и дальше у нас инструменты чтобы визуализировать цифры и данные сравнить сравнимые нам нужны инструменты потому что вручную такое делать это очень долго и дорого и самый простой банальный инструмент который может быть в этом списке это конечно же инфограмм я думаю про инфограмм многие слышали но как показывает практика немногие им пользуются хотя на самом деле это очень простой инструмент это очень гибкий и крутой инструмент с помощью которого можно сделать очень много всякой разной красоты но есть один маленький минус он платный но для того чтобы пользоваться инфограммом и не платить если у вас нет такого желания если надо визуализировать одну картинку control или shift и кнопочка print screen на клавиатуре делаем скриншот вставляем фотошоп обрезаем все лишнее инфографика в принципе готова только никому не говорите что я вам рассказал про это инфограмм это сервис очень крутой очень гибкий несмотря на то что он платный и уже года три назад я был в Вильнюсе в редакции Борис не помнишь как редакция называлась я честно не помню где мы с тобой были про инфографику чтобы это было крупнейшая балтийская редакция или Делфи или Делфи в редакции Делфи каждый журналист не инфографер не человек который работает с визуалом обязан владеть сервисом инфограмм и при необходимости они им пользуются и визуализируют какие-либо данные Делфи по уровню ну наверное как у нас я часто Делфи сравниваю с Тунбаем в хорошем смысле слово потому что это крупнейшее это большая мультимедийная редакция которая много чем занимается и так далее ну то есть словно говоря три года назад Тунбай по балтийским странам каждый журналист который пишет текст обязан был работать и с инфограммом канва канва это тоже очень крутой прошу прощения канва это тоже очень ты говорил про то что можно картинку вырезать просто с экрана и вставить есть еще более регальный способ на самом деле инфограмм дает какое-то количество бесплатной инфографики делать поэтому можно просто там бесплатный аккаунт начать у нас там наверное около девяти или десяти можно инфографик а потом он просит заплатить деньги ну у меня такого нет у меня такого нет у меня сразу он почему-то просит денег возможно из-за того что я сижу через VPN он меня идентифицирует как человека у которого много денег например американца там условного не хочу стереотипизировать но не суть канва канва простой бесплатный условно бесплатный инструмент через который за бесплатно можно сделать прям три миллиарда всяких разных крутых интересных красивых штук жесточайше рекомендую пожалуйста попробуйте если вы еще канвей не пользуетесь ну и кроме того в канве там просто миллионы вариантов по созданию любого визуала на любой цвет вкус под любую задачу от визиток до постов в фейсбук до оформления сторисов и так далее и так далее канва жесточайше рекомендую есть также сервис крелло крелло это очень похожий попробуйте загуглите это в принципе то же самое как и канва по сути но канва появилась раньше если кретли это также сервисы для создания инфографики они гораздо проще кретли позволяет делать диаграммы такие знаете типа да нет и так далее визуализировать кто с кем например связан надеюсь когда нибудь в Беларуси будут рисовать такие схемы кто с кем как был повязан условно и Flourish Data Visualization мы этот сервис уже видели сегодня помните анимированные анимированные инфографики где по странам прыгало текли дни и страны перемещались где больше всего фейков про коронавирус это было сделано с помощью Flourish посмотрите изучите он тоже условно бесплатный но такой довольно гибкий но он более для профессионалов сразу предупреждаю я например с Flourish ни разу не работал потому что ну не потому что я не умею с ним работать потому что в принципе для моих задач если конвей инфограммы чаще всего хватает ну просто с головой но думаю посмотреть хотя бы как это работает вам будет интересно ну и также оставлю ссылку на большой список профессиональных инструментов у меня сейчас презентация правильно да презентация отлично идем дальше если нам нужно показать развитие истории во времени тогда нам нужно создать таймлайн а лучше всего интерактивный таймлайн давайте посмотрим пару примеров крупнейшие мировые пандемии мы уже видели вот как раз в чате и спрашивали с помощью чего это было создано мы дошли до этого есть history of horror in film история страшилок кинематографа страшилок давайте посмотрим эту работу она такая прикольная хорроры в каком году где вышел какой вышел хоррор и так далее можно было конечно это все написать просто списком всю эту информацию и читатель ваш если вы будете писать про фильмы хоррора в истории кинематографа ваш читатель ну просто скорее всего устанет уже где-то на одной трети перечисления этих фильмов устанет гортать страничку потому что здесь как вы видите очень много информации названий и так далее плюс это надо будет если делать обыкновенным текстом линковать ставить простые ссылки на там на youtube чтобы трейлер показать либо с youtube видео на трейлер какой-то это утяжеляет страницу и в общем мне кажется что это немножко малореально сделать такую подборку в обыкновенном текстовом виде чтобы это было понятно красиво и так далее но что нам позволяет сделать таймлайн пожалуйста мы например нажимаем на фредди джексон как только я на него нажал мы тут видим сразу в описании примерно 17 лет назад и можем посмотреть трейлер вставленный сюда из youtube то же самое условно с хэллоуином давайте попробуем на него тоже трейлер есть и так далее и так далее если мы будем приближать чем сильнее мы приближаем чем больше тем больше тем виднее визуально понятнее становится в принципе что у нас по времени и если среди ваших читателей например есть человек который хочет посмотреть конкретно фильмы хорроры с января 97 по январь января 77 по январь 78 он найдет это на этом таймлайне также можно если где-то у кого-то будут споры не знаю с коллегами что вышло раньше психо или не знаю психо алиенс пришельцы то на этом таймлайне оно прям даже визуально видно в общем это безумно крутой формат для того чтобы показывать истории в развитии показывать истории во времени и плюс эти плюс эти таймлайны они не занимают столько места сколько занимают места сколько заняли бы физическое пространство и тяжесть страницы просто верст обыкновенным текстом это вот один из таких примеров и очень быстренько посмотрим северная корея ядерное оружие это уже CNN делал это делал CNN где у нас ядерное оружие вот еще видим таймлайн про то как развивалась история с ядерным оружием и северной Кореей сейчас мы браузер видим правильно прошу прощения я отвлекся на европейскую федерацию журналистов да браузер отлично и таким образом в одном месте собраны все важные новости которые касаются северной Кореи и ядерных испытаний что у них ядерные эксперименты там ядерные бомбы в том числе это все собрано в одном месте понятно где какие новости зачем идут и с помощью такого таймлайна мне кажется это самый простой способ рассказать какую-то продолжительную историю комплекс на за раз и это экономит силы условно говоря если вашей редакции ваша редакция постоянно регулярно освещает тему выборов в Беларуси то проще всего объяснить иностранцу что же произошло в Беларуси ну кроме там слов и видосиков Максима Катса это показать таймлайн как вообще все начиналось условно если мы говорим на электральную кампанию там словно апреля мая как-то развивается по сегодняшний день это будет визуально это будет понятно и плюс сюда можно залинковать поставить какие-либо ссылки чтобы тот кто видит этот таймлайн уже уходил на на конкретно новости уже почитать ее в более развернутом виде вот таймлайн это круто и инструменты с помощью чего мы это делаем я рекомендую и сам в принципе пользовался двумя инструментами первый инструмент это тайм графикс тайм графикс мы вот историю хорроров в кино только что смотрели это было создано с помощью тайм графикс сервис он бесплатный он безумно простой в освоении единственное что меня бесит в этом сервисе это то что вот русский язык и флаг советского союза висит но это уже личное он на русском языке и с помощью него можно сделать очень крутые такие штуки и делается это буквально ну то есть на освоение у вас может быть его идет условное там два часа но если у вас есть уже вся информация то чтобы закинуть 20 условных точек я делал таймлайн про аварии на ядерных реакторах ядерной аварии ну минут наверное 20 ушло на то чтобы закинуть там 10 точек причем это еще с информацией когда нажимаешь на точку чтобы появлялась дополнительная информация что это такое и так далее и так далее плюс можно вставлять данные интегрировать из гугла если вам кто-то что-то скинул например в формате гугл таблицы вы можете эту табличку вставить вообще тогда ничего вручную верстать не придется в общем попробуйте рекомендую бесплатно без рекламы но только вот русский язык с советским флагом почему-то и следующий инструмент это timelineknightlab.com он также безумно простой и с помощью вот этого timelineknightlab был создан timeline про Северную Корею и был создан timeline про пандемию история пандемии это было создано с помощью вот этого инструмента он немножко вот этот инструмент timelineknightlab он немножко сложнее чем сервис таймграфикс но ненамного просто надо верстать если в таймграфикс мы работаем напрямую внутри сайта то в timelineknightlab мы сначала создаем таблицу экселевская таблица у вас будет и потом эту экселевскую таблицу мы загружаем уже непосредственно в сервис и на выходе получаем вот такую вот красоту про knightlab мы будем еще дальше говорить я буду несколько раз упоминать потому что это очень крутая такая контора я не знаю чем они занимаются на чем они зарабатывают но у них инструменты бесплатные без рекламы и в принципе очень такие красиво выглядят и легкие в простые в освоении и работают стабильно еще ни разу не было такого случая чтобы что-то созданное на knightlab не работало обычно оно всегда работает если вы это правильно сделали а как сделать правильно тут прям пошаговые инструкции чтобы ну вообще даже условно говоря человек который впервые в жизнь включил компьютеры только вчера научился пользоваться microsoft word чтобы даже он смог создать какую-то красоту вот ссылка будет пощелкайте это прям безумно безумно круто и красиво и дальше вопросик а как дальше готовы таймлайн подлинковать к странице сайта нужно html знать я понял нет нет не надо знать html сейчас я покажу share link можно здесь есть во первых после того как мы создали таймлайн у нас есть вот видите четвертым шагом первый шаг это мы создаем таблицу и так далее можно на третьем шаге сейчас у меня браузер открыт сейчас у тебя открыт браузер третий шаг смотрите мы можем мы должны добавить ссылку на google таблицу если мы ее не добавим то как бы у нас не будет таймлайна то есть вы сначала создаете таблицу там все делаете верстайте а потом сюда вставляете ссылку затем вы даете задаете параметры высоты ширины и четвертым шагом смотрите тут у нас появляется первое share link это как мы можем поделиться с редактором условно если нам надо ему показать и второй второй link это embed embed это айфреймовский код который работает и с тильдой и с вордпрессом и с любым насколько мне известно с любой другой cms системой управления сайта вот если вы хоть раз в жизни вставляли на сайт видео с ютуба так чтобы окошко плеера ютуба было у вас на сайте значит это то же самое с этим вы точно так же разберетесь просто отсюда копируем вот этот код айфрейм и вставляем его в нужное место на наш сайт собственно на этом все так так да не за что итак мы сейчас посмотрели развитие истории во времени и мы уже говорим час и поэтому я предлагаю наверное коротенькую сессию вопрос-ответ буквально пять минут еще Антон если у кого-то есть вопросы задавайте я думаю что имеет смысл чтобы ты показывал дальше инструменты и по ходу это вопросы люди их и так задают если они будут появляться я тебя буду останавливать пока что никаких неотвеченных вопросов на данный момент спасибо единственное что я хотел сейчас сделать это попить кофе и ты мне прям да мы тебе можем предоставить такую возможность спасибо ладно тогда идем дальше сейчас у вас видна презентация да таймлайн да это презентация да мы переходим к следующему сайту и дальше капитан очевидность если нам для нашего спецпроекта нужно показать место или маршрут который важен для нашей истории для вашей истории когда вы ее будете делать ну капитан очевидность подсказывает что мы должны создать карту и создать карту сейчас посмотрим интересные штуки очень простую я вам покажу прям очень простая карта про то где находится царь пруд это был спецпроект который делали как правильно сказать участники курса белорусской ассоциации журналистов делали спецпроект и этот спецпроект посвящен зловонным прудам очистные пруды на юго-востоке Минска может быть слышали эти истории кто в Беларуси живет про то как воняют на всю округу вот эти очистные куда вся канализация стекается и отстаивается так вот можно описать что находятся эти пруды где-то между Гатова и что у нас здесь и Привольдом а можно просто создать карту на которой будет конкретно четко видно где находятся эти очистные пруды причем люди которые делали эту карту они видите нанесли такое бьюще бьющееся сердце куда разносится вонь примерно на какое расстояние причем когда нет ветра или ветер дует например в сторону Гатова или Миханович то там прям дышать вообще невозможно вот в таком случае используется карта ну то есть сразу понятно где это вообще еще карта может использоваться например для вот такого проекта это проект по поводу по по моему если я не ошибаюсь по загрязнению по доступу к паркам по озеленению в Нью-Йорке и смотрите что у нас есть например есть какие-то зеленые зоны мы можем выбрать какой-либо город мы можем выставить буферы и у нас визуально видно где какие как дела обстоят с парками конкретно сейчас в Нью-Йорке на Манхэттене хорошая идея для чего она может быть использована для человека который собирается покупать себе жилье и хочет чтобы у него там было получше ситуация это опять же на границе инфографики и карты это не чистая инфографика но это не чистая карта потому что здесь все-таки информация здесь визуализирована информация просто и наглядно поэтому это на границе но могут быть и такие например карты может быть может быть карта посмотрим что здесь я просто что-то сегодня эту ссылку проверим а вот эта карта это прям как как в прошлом мы смотрели почти как таймлайн но здесь вместо даты и времени используется конкретные какие-то точки геопривязка видите я кликаю нажимаю вправо на стрелочке нам показывает станции метро что там что там около этих станций и так далее какая-то информация и это все очень так красивенько визуализировано становится понятно мы можем отдалить мы можем отдалить и отсюда из общего вида нажать в принципе на любую точку которая нам интересна и опять же мы видим карту где это и справа мы видим дополнительную информацию которую автор захотел нам рассказать могут быть такие карты с помощью каких сервисов они создаются давайте вот так сделаю презентация да презентация да если что-то будет не так я тебе буду говорить отлично с помощью каких инструментов капитан очевидность подсказывает что первый инструмент на очереди это google maps google карты если кто-то вдруг случайно не знает позволяет создавать свои собственные карты наносить туда информацию ставить какие угодно точки рисовать выделять какие-то области и так далее это конечно не будет карта такая как озеленение Нью-Йорка но для каких-то простых вещей там показать как двигался ладно не как двигался в привязке к сегодняшней ситуации в каких городах Беларуси России Казахстана происходят эпидемии вспышки коронавируса на google карты нанести поставить точки потом эту карту вставить на сайт точно так же как код из ютуба в принципе вообще ничего сложного нет если вам не нравятся google карты то есть яндекс карты яндекс карты это по сути то же самое только на яндекс картах гораздо лучше прорисованы наши постсоветские города СНГ стран СНГ там и здания хорошо видны то есть можно прям четенько до подъезда поставить точку это прям очень важно потому что в гугле сколько мы не пробовали как-то у меня никогда такого не получалось вот open street map open street map это в принципе то же самое что google и яндекс карты но с одним единственным отличием это открытые карты их они могут отличаться от гугловских и яндекс их наполняют обыкновенные в том числе наполняют обыкновенные пользователи но это прям open source не надо вообще ничего платить никаких ограничений по использованию и так далее потому что например чтобы использовать google или яндекс карты в тильде надо api ключ вставлять и если вы не сильно разбираетесь техники то с этим могут быть проблемы open street map и lea fledge это такие сервисы которые работают без ограничений хотя и детализация местности у них чуть схоже кстати там где были честные пруды это был open street map также есть два профессиональных инструмента карту и story map knightlab.com опять у нас knightlab второй раз уже за сегодня карту.com это сервис с помощью которого давайте нажму на него карту это сервис с помощью которого была создана карта вот эта с парками нью-йорк это на браузер да сервис с помощью которого была создана эта карта это сервис карту.com А вот StoryMap Knight Lab — это как раз-таки сервис, с помощью которого можно сделать вот такую красоту, как мы смотрели по карте передбежения справа-слева. Это очень похожее, но немножко другое. Но с помощью StoryMap Knight Lab можно сделать точно такое же — вставлять и картинки, и видео, и отправлять людей гулять по карте и так далее. Единственный минус, который мне, честно говоря, непонятен. А, вот. Все, извините, минуса нет. Если надо отдалить карту, то нажимаем на Ctrl и колесико вниз. Раньше у меня не получалось, и тут нету нигде навигации, чтобы уменьшить масштаб карты и посмотреть. Создавать такие карты немножко сложнее, чем создавать таймлайны, потому что, как минимум, вам надо здесь еще и такие точки наносить. Не просто написали там, какой год, и все, и добавили информацию. Тут надо еще точки наносить географические. Ну, то есть это примерно на одну треть больше работы, чем созданием таймлайна. Но, поверьте, если вы этим никогда не занимались, ваша аудитория, особенно если аудитория у вашего медиа не избалованная, она прям будет в шоке, ну и вы понесете, получите свои бенефиты. Репутационные бенефиты. Вот. Таким образом выглядит storymap.knightlab.com. Рекомендую. Попробуйте. Ничего сложного, но безумно красиво и, ну, как минимум, необычно. В русских медиах я такое довольно редко вижу. Что-то созданное с помощью этого сервиса. Так, переходим дальше к презентации. Это пример, как может выглядеть Яндекс.Карта, например, фото путешествия на велосипеде, маршрут поездки на велосипеде. Вот на Яндексе просто, наверное, с поточком зелененькая линия создалась. Ну и все. Ничего сложного. Если нам для нашего спецпроекта нужно показать звуковой фон или передать особенности речи, если герой, например, боится камеры, то есть кто-то боится говорить на видео, но не против, чтобы его записали на диктофон. Для этого нам может понадобиться записать аудио. Я не буду сейчас кликать. Давайте хотя бы одну посмотрим. Пример, как звучат летучие мыши. Это тоже спецпроект, которым я занимался в плане верстки когда-то давно. Но вот журналистка пошла на экскурсию по Лошадскому парку, и там было прям специально слушали, как звучат летучие мыши, как они кричат. У тех, кто проводил экскурсию и заходил в пульсик, слушая Батькова Шиме, был специальный аппарат, который помогал услышать. И наш журналистка на диктофон телефона записала аудио, которое я потом залил на SoundCloud, ставил в тильду, и в принципе читатель может не только прочитать, что вот мыши как-то пищат, но он может нажать на кнопочку play и послушать, как все-таки они звучат на самом деле, эти мыши. Дальше. Есть малый город в большом. Это звуки города. Тут в принципе ничего особенного. Но с помощью чего мы можем работать с аудио. С аудио, чтобы работать, нам не надо какие-то, для банальных таких целей, нам не надо, например, условный SoundForge или Sony Vegas и так далее, и так далее. Нам достаточно, по крайней мере, мне достаточно обрабатывать, где-то нарезать, где-то выровнять громкость, где-то убить шумы и так далее. Программы Audacity. Audacity. Когда-то я учился на журфаке, и Сан Саныч, который, надеюсь, нас сейчас слышит, по-моему, это он показывал эту программу. В общем, она популярна, она известна уже больше 10 лет. И эту программу постоянно регулярно те, кто ее создают, волонтеры там чаще всего, они не зарабатывают, только на донатах живут. Они ее постоянно совершенствуют. И в принципе, еще раз, если вы непрофессиональный там звукорежиссер, непрофессиональный саунд-продюсер и так далее, того функционала, который есть в программе Audacity, которая бесплатная, которая без рекламы, которая не глючит, которая без вирусов и с открытым исходным кодом и так далее, этой программы вам, скорее всего, хватит. Если вам, у вас нет желания устанавливать Audacity, пожалуйста, mp3kut.net.ru либо любой другой сервис-аналах гуглится в течение двух минут с помощью чего-то обрезать, нарезать, увеличить громкость аудио и так далее. Таких сервисов в интернете сейчас тысяча. Потом, после того, как мы это обработали, размещаем на саундклауде, на саундклауде мы размещаем, и у нас получится примерно вид, как видео YouTube, то есть embed на сайт будет работать точно так же, как и с YouTube. Там будет небольшая коротенькая инструкция по поводу того, как сделать правильно, но, в принципе, ничего сложного, не намного сложнее, чем ставка видео с YouTube. Сложнее нет. Есть еще один интересный инструмент, и мы снова возвращаемся к Найтлабу. Как можно в текст ставить аудио? Давайте посмотрим пример. Это безумно интересная такая штука. Я тоже, к сожалению, очень редко вижу, что кто-то ее использует у журналистов. Загрузилось. Так, сейчас браузер. Вот, например, кто-то где-то что-то пишет. Вы пишите свою статью, и надо вставить аудио, чтобы это было не саундклаундом, чтобы не разбивать статью и так далее. Там буквально 3-5 секунд аудио. С помощью инструмента sound-site.knitlab.com можно такое сделать. Это делается тоже очень легко и просто. И потом вы просто вставляете на место, где должен быть аудио-код, как с YouTube. И, например, вот... Let's write a sound like the sound of Banda's title. So... И можно нажать на кнопочку, и сразу это в тексте послушать. И не надо вставлять код с YouTube, не надо вставлять код с SoundCloud и так далее. Безумно интересный инструмент. Попробуйте. Возможно, кому-то он подойдет. Тут есть, кстати, даже примеры, где он используется. От Washington Post до Al Jazeera America. И это тоже бесплатно, тоже без рекламы. И делается очень легко. Возвращаем. Идем дальше. Если нам нужно сделать что-то красивое с фотографиями, чтобы разбавить контент. Ну, самое банальное, что приходит в голову, это превратить фотоподборку, либо фоторепортаж в какое-то видеослайд-шоу. Пример. У нас тут время тикает. Пример мы сейчас очень тезисно, чуть-чуть, не полностью, не целиком видео такое посмотрим. Это было опубликовано в ВКонтакте. Браузер только включи. А, извините. Сделать из какого-то набора фотографий видео. Я не скажу, что это прям мега работа, которую стоит рекламировать, но это как один из примеров того, как у аудитории можно получить свои репутационные бенефиты, потому что когда аудитория видит, что вы делаете что-то помимо того, что вы делаете всегда, обычно людям это нравится. Делается такое видео, программа, которую я безумно люблю уже очень долгое время. Называется она Quick By Go Pro. Она мега простая. Извините. Это мега простая в освоении программа. Вы ее просто устанавливаете на свой телефон, на Android, на iOS. Она бесплатная, без рекламы. Только там надо будет кнопочку поставить, отключить рекламу в конце. Выбираете фотографии, выбираете шаблон, как эти фотографии будут меняться, и добавляете текст. Если вам это надо, накладываете музычку. Ну и, собственно, если за две секунды объяснить, то все. Создание этого видео, которое только что посмотрели, заняло, ну, не более, там, не помню давно это было, не более, наверное, минут пяти. Не, ладно, не пять. Минут десять, потому что текст надо было наносить Quick By Go Pro. Прям безумно круто, бесплатно и без рекламы. Так, сейчас у нас идет демонстрация. Правильно. Как с помощью одной фотографии рассказать, если не все, то значимую часть истории? Так, сейчас у нас тут в чате что-то пишут. Так, Минского района. Что Минского района, Яна? Это было давно про там запах на, не Минска, Минского района, а лого в Quick накладывается. Так, лого в Quick накладывается, у меня вроде не накладывалось, а у вас вижу внизу лого зеленой сети. Нет, логотип свой мы наложить через Quick не можем, но при этом мы можем видео Quick потом конвертировать наложение в логотип через программу VLC Media Player. там такой довольно хороший конвертер есть. Мы можем прямо на фотографии в фотошопе, в фотошопе на фотографии нанести логотип, ну и фотографии уже с логотипом вставлять в Quick, и тогда у нас будет логотип видео. Какой партизантский способ. Ну, я такой, инфограмм через скриншоты. Вот уже задача посмотреть еще и на бесплатные инструменты, или как это сделать бесплатно. Да, не за что, за хитрый ход, потому что я понимаю, что если каждый сервис, каждый день покупать какой-то сервис, то, ну, грубо говоря, со зарплатами белорусского журналиста люди будут работать только на оплату там инфограммы и так далее, и так далее. Поэтому я показываю чаще всего бесплатные инструменты, либо условные бесплатные, которые прям легально работают без никаких денег. Но возвращаемся. Как с помощью одной фотографии рассказать, если не всю эту значимую часть фотографии? Тут я предлагаю посмотреть, как... Так, и наш Антон куда-то пропал, или я пропал, напишите в чате. Меня слышно сейчас? Проблема у Антона, или это глобальный какой-то сбой? Кто меня слышит, напишите в чате. Есть ли интернет? Да, пишут, что да, хорошо. Смотрите, это самая знаменитая фотография с Оскара. И видите, что у нас на фотографии есть? Мы подводим мышку, курсор. И у нас тут про Джулию Робертс. Есть гифка, как эта фотография делается. Есть про... Забыл, как зовут актрису. Ладно, не суть. Сейчас загружается. Про Брэдли, Купера и так далее. И вроде бы, казалось бы, была простая фотография, но мы наносим такие точечки и получаем информацию. Можем прям даже видео посмотреть. Так, нападу у меня. Меня слышно? Да, Антон, меня слышно. Это я пропадал на какое-то время. У меня отрубился интернет. А у тебя все хорошо? Ну вот у меня тоже что-то. Я смотрю, сейчас интернет тормаживает, потому что не высвечивается. Некоторые старые... Ну ладно. В общем, если подвести курсор на кнопочку play, то откроется с YouTube видео посмотреть. И так далее. Насколько оживает фотография, прям, я не знаю, красота, безумно круто. Если вы помните, я показывал спецпроект «Мир на карантине», которым я занимался. И там была карта мира, атлас мира и кнопочки навигации по странам мира разным. Это было сделано с помощью сервиса Adjani.ly, который бесплатный, который рекламирует эту фотографию. То есть с помощью этого сервиса я сделал навигацию для того спецпроекта, который я показывал, там, где навигация по странам мира. Сейчас я вам покажу... Нет, я сейчас не буду показывать этот сервис, мы про него поговорим подробнее чуть позже. Раньше, если кто-то помнит, если кто-то помнит, раньше был такой инструмент, назывался SyncLink. Но проблема в том, что он уже где-то примерно полгода, если не больше, стал как полностью платный. И бесплатная версия до такой степени урезана у них теперь, что ее использовать невозможно. И технология с помощью скриншота не будет работать, потому что, если мы сделаем скриншот, тогда у нас просто вот эти точечки, навигация по фотографии, они не будут работать. И поэтому единственное, что я сейчас готов вам порекомендовать в плане создания интерактивных фотографий, на которые будут точечки с какой-то информацией и так далее, это вот сервис Ingenial. Но мы про него чуть-чуть дальше поговорим подробнее. Тут, кстати, вот на этом скриншоте... Так, сейчас у нас демонстрация. На этом скриншоте, видите, можно сделать какую-то образовательную штуку про то, как устроена земля для детей. И с компьютера человек нажимает на точечку, ребенок, и может почитать, что там за красненькое такое в середине земли. Как заставить читателя оглянуться в пространстве? Сделать фотографию 360 градусов. Сейчас я покажу Facebook. Вроде бы никто еще не пишет, можно ее показывать. Оглянуться в пространстве в Фанниполе есть такая проблема, как уплотнительная застройка. Собираются застраивать вот такой большой точек земли, говорит один известный деятель. Там, где можно было сделать какой-то городской пляж, чтобы люди из многоэтажек соседних ходили купаться. Это все будет застроено. И надо было показать проблему. У меня есть дрон. Я, собственно, на дроне полетал над этим местом. Сделал панораму. Эта панорама была сделана... Был только дрону сказать, что сделай ко мне из этой точки панораму. Он сделал панораму, и эта панорама после загрузки на Facebook. Самым человек загружал мне... После загрузки на Facebook панорама становится интерактивной. И можно вот так крутиться, вертеться. Если эту фотографию смотреть с мобильного телефона, со смартфона, то по мере того, как вы будете крутиться со своим телефоном, вы будете точно так же перемещаться здесь в пространстве. В общем, панорама — это такой хороший не только с точки зрения маркетинга, но и с точки зрения журналистики. Хороший инструмент. И есть два способа, два способа, как делать интерактивные панорамы. Первый способ — это загружать на Facebook. Причем загружать на Facebook можно не только дроновые панорамы, но и с телефона у каждого. В телефоне, я думаю, сейчас есть функция создать панораму. И загрузив на Facebook, у некоторых это сработает, у некоторых нет. Но у большинства это будет работать. Facebook автоматом поймет сам, что это панорама, и получится у вас интерактивная картинка. Если мы говорим про медиа, то загружаем не на свою личную страницу, например, отдаем СММщику. Он фотографию загружает на страницу медиа. Потом просто вы вставляете к себе на сайт. Вот код для вставки, как посты с Facebook обыкновенные, вставляются, точно так же вставляются на сайт, и это работает. Если вдруг у вас не получается загрузить на Facebook панораму, так чтобы она была интерактивная, значит, есть приложение. Я тут оставил две ссылки, пощелкаете. Они условно бесплатные, P360 она платная, но там урезанный функционал бесплатно. DMD панорама, в принципе, такая же самая ситуация. Ну и, в принципе, сервисов для создания 360-градусных панорам или просто интерактивных панорам в интернете сейчас в круг груди. Найти можно через Google любую. Вот. И тогда мы идем дальше. Тут вы, конечно, не подумайте, что я прям сильно архаичный, как старый дед там, вот, а в наши времена. Но я помню действительно время, когда облако слов использовалось очень часто. Облако слов – это вот такая штука, на что-то похожее. Я помню времена, когда облако слов использовалось часто, постоянно, регулярно. И самое популярное было, создавали облаки слов – это выступление президентов на Новый год, анализ предвыборных программ кандидатов в президенты и так далее, и так далее. Сейчас, к сожалению, облако слов я вижу очень редко и поэтому грущу, и поэтому оставил здесь этот слайд сервис wordart.com. Бесплатный, без рекламы, тоже за две секунды закидываете текст, он анализирует и выдает картинку, какие слова чаще всего встречаются в тексте. Пробуйте, возможно, где-то это будет опять актуально. И идем дальше. Если вы не хотите делать видео, так, демонстрация правильно, если вы не хотите делать видео, а хотите, чтобы все двигалось, но это была только картинка, без текста, ну тогда нам нужно для спецпроекта либо другого, любого другого проекта сделать или найти гифку. Давайте посмотрим один пример. Ссылка будет довольно долго открываться, потому что тут прям все на гифках создано. Это ссылка на poku.org, белорусский сайт, который на гифках из сериала «Ходячие мертвецы» объяснял, что происходит с белорусским бизнесом. Прикольная идея, мне она понравилась. Сейчас я попробую. Да, как будет, видимо, быстрее. Мне эта идея безумно понравилась. Это интересно. Это было, кстати, давно, уже в 2016 году. Это были забастовки против 222 указа, выступления. И вот на гифках Uber пришел на белорусский рынок. Хозяин Дельтабанка, украинский бизнесмен, забот потерял в Беларуси весь свой бизнес, который строил в 9 лет. И так далее, и так далее. Есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая новость. Аудитория гифки любит. И даже если мы говорим не только про журналистику, но и, например, про СМН, аудитория любит гифки, в том числе и в Телеграме, по одной простой причине. Гифки не перебивают музыку, которая играет у человека в наушниках. То есть ваш читатель едет где-то в метро, слушает музыку, и тут вы показываете ему гифку, а не видео, у него музыка продолжает играть, а он смотрит зацикленную, анимированную картинку. То же самое вы сейчас можете сидеть одним ухом слушать меня, другим ухом, не знаю, двумя ушами меня слушать, но смотрите где-то какие-то ленты новостей в ВКонтакте, в Телеграме. Ну и находите гифку, вы смотрите эту картинку, и то, что я говорю, оно не затихает, вы не пропускаете информацию. Гифки — это прикольно. Гифки — это старый формат, но до сих пор актуальный. И что нам делать с гифками? Нам гифки... Да, и хорошая новость. Гифки нам можно не всегда создавать. Есть сайт такой, называется gipfi.com. С помощью него вы можете и создавать такие изображения, зацикленные, анимированные, но и просматривать и скачивать уже готовые работы из крупнейшей мировой базы анимированных картинок. Собственно, gipfi.com — это крупнейший сервис по гифкам в мире, и там прям 100-500 миллионов, триллионов гифок на любой вкус и цвет. Рекомендую, пользуйтесь, и наверняка где-то даже для какого-то вашего спецпроекта наверняка это будет полезно, необходимо, даже если вы создаете гифку самим вручную. Вот, например, помните спецпроектом «Демир на карантине» то, что я показывал там, где глобус, и где-то мы показывали в страну был наезд такой. Эти гифки были созданы вручную, потом залиты на gipfi, и на, собственно, сам спецпроект была залита ссылка, и оно показывается, крутится из gipfi, потому что тильда не дает возможности самому вот так отгружать гифки. Точнее дает, но там есть ограничения. Вот. Про гифки здесь вроде бы все. Так выглядит сайт, и сверху будет кнопочка настройки «Создать», «Create», и делается это все очень быстро, если вы делаете какой-то фоторепортаж, у вас там 10 циклинных фотографий, сделанных серийно, вы можете их анимировать. Ну и... Что? С браузера, видимо. Да. Если у кого-то какие-то вопросы, все пихайте в чат, сейчас будем Антону задавать. Сейчас мы посмотрим последний сервис «Жени Али». Я про него уже упоминал в рулоточечке, и после этого уже будет свободное время, это последний сервис, который я хотел сегодня показать, но для начала я обижен, расскажу историю, я обижен на плейбаз и апэстер, потому что плейбазом я очень-очень долго и очень продуктивно пользовался для создания тестов, для создания каких-то карточек и так далее. Это был довольно такой мощный сервис, но он и сейчас есть, был мощный сервис, пока они не решили, что все, хватит, спустя там сколько-то лет работы, хватит, мы теперь будем жутко платными. И как-то пришло письмо, что-то типа, если вы нам сейчас не заплатите, то все, что было создано в плейбазе, будет удалено, ну и как бы все, мы не будем вас бесплатно размещать. И цены там, я скажу, были такие недетские, вплоть до 500, до 1000 долларов на некоторые позиции доходили, насколько я помню. Ну, естественно, я им не платил, ну и очень много работ было потеряно, либо работают каким-то образом, то есть что-то потеряно, что-то нет, но суть в том, что плейбаз больше не особо актуален в плане того, что он очень дорогой и надо постоянно его платить, покупать подписку, а не будете продлевать подписку дорогую, то все пропало. Прошу прощения, я на секунду. А Pestor это был такой, был тоже такой сервис, он был что-то типа заменой плейбаза, в нем тоже можно было создавать и тесты, и какие-то там навигации, и какие-то карточки и так далее, но Pestor появился позже плейбаза и сдался не намного позже плейбаза, то есть если плейбаз там условно года 3-4, наверное, был бесплатный, через него очень многие, даже белорусские редакции делали свои тесты, то Pestor довольно быстро стал платным, и на прошлом подобном вебинаре я еще рекламировал Pestor, и буквально там около пары недель назад от них пришло письмо, что извините, а дальше только за деньги, и тоже там деньги не самые маленькие, то есть если каждый день не работаешь, не используешь функционал этого сервиса, то платить особо смысла нет, но есть сервис в Geniali, я в конце своих вебинаров люблю давать такие мультимедийные комбайны, и сегодня это у нас Geniali, гениально, Geniali, к сожалению, нет на русском языке, если для кого-то это актуально, но напоминаю, правой кнопкой мыши в браузере Chrome перевести на русский, и через примерно 10 секунд у вас весь сервис на русском языке. Итак, с помощью этого сервиса можно создавать прям потрясающее, как обещают разработчики, презентации, инфографику и многое другое, за считанные секунды. Сделайте что-то важное, приглашают они, но я не могу не согласиться, чтобы вам показать. Geniali это очень большой, очень гибкий и условно бесплатный инструмент, потому что у них все-таки есть премиум подписка, можно план фри, но даже с помощью плана фри, давайте посмотрим, что там сейчас у них в премиуме, они предлагают бесплатно, так, 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 короче, это, если вы купите за 7,5 евро в месяц при покупке на год, у вас можно будет скачивать PDF-ки, GPS-ки, смотреть в оффлайне, организация по папкам, приват, приватные линки, то есть, недоступные для всех, и вроде бы, тут даже не будет, а, нет, будет, все-таки логотип Дженни или будет, и только в подписке мастера логотипа не будет. Что мы можем сделать бесплатно? С учетом того, что мы можем смириться, что логотип разработчиков будет стоять в нижнем левом углу. Мы можем сделать презентацию, мы можем использовать формат Endosser and Report, мы можем делать учебные штуки, мы можем делать геймификацию, мы можем делать интерактивные картинки, то, что я показывал, там, где была фотография с Оскара и навигация по странам мира в спецпроекте, это было Interactive Image. Мы можем создавать горизонтальную инфографику, вертикальную инфографику, создавать целые прям гайды, видеопрезентации, делать персональные визитки, похоже на создание визитки, что-то создавать для социальных медиа и бланки. Работает все прям безумно просто, безумно круто, безумно интересно, и давайте мы попробуем сделать, например, горизонтальную инфографику. Мы сегодня говорили про инфографику, и джинни не было в этом списке, что у нас есть, какие варианты в горизонтальной инфографике. Мы вот видим, что есть премиальные шаблоны, которые мы не можем использовать, они помещены звездочкой, но мы можем выбрать сверху, справа показывать только свободные шаблоны, чтобы не расстраиваться, и вот, например, свободные шаблоны. Нам надо визуализировать данные по ковиту в нашем городе. Нажимаем, смотрим, подходит оно нам или не подходит. Видите, здесь это интерактивная инфографика будет в конце концов, то есть мы где-то подводим мышку, и всплывает дополнительная информация, это прям вау-вау-вау, как круто, наша аудитория ценит. Нажимаем использовать этот шаблон и, собственно, редактируем все, что нам здесь нужно отредактировать. Можем вставлять тексты, можем вставлять изображения, можем вставлять графики, если нас какие-то не устраивают и так далее. Принцип работает здесь как в конве, кто работал хоть раз с конвой либо крэллу, тот поймет точно так же самым. То есть, условно, мы выбираем вставить такую диаграмму и вот у нас эта диаграмма появилась. Мы можем тогда ее отвести и удалить то, которое было по умолчанию. Выделяем просто элементы, я нажимаю у себя на клавиатуре кнопочку «Del» «Delete». Вставляем на место того, что мы удалили диаграмму. после этого мы нажимаем на кнопочку «Настроек» и здесь, видите, есть «Settings», сможем выбрать какие-то цвета, поменять и есть «Дата». Меняем значение, которое нам надо. Например, пусть у нас будет статистика по заболеваемости COVID за неделю в нашем регионе. в понедельник, вторник, среда и так далее. В понедельник у нас было 76 человек, во вторник 45, в среду 89, а в четверг прямо стало известно, что 1087. Видите, как только я нажимаю, у нас сразу этот график меняется. То же самое мы можем делать с любыми графиками, которые уже есть, которые были добавлены в этот шаблон. Нажимаем на «Дата» и меняем. По мере того, как мы что-то будем менять, сразу все прыгает, сквачивает и так далее. В чем главная фишка этого всего, этой всей красоты, в отличие от того, что вы будете, например, рисовать какую-то инфографику подобную, визуализировать какие-то данные сами вручную в фотошопе. главная фишка, почему я люблю такие сервисы, потому что дизайнер из меня не самый лучший, в плане, если я не работаю с какой-то темой прям прочно, постоянно, ежедневно, то, скорее всего, я нарисую, я буду иметь понимание, как это нарисовать, но в плане дизайна, как структурировать, а где лучше вот этот график разместить, вот здесь, или этот здесь, или эти цифры здесь, и так далее, ну и в конце концов, извините за такое слово, получается какая-то фигня. Прелесть этих всех сервисов, что конвы, что инфограмма, что дженниали в том, что профессиональные дизайнеры, которые получают неплохие зарплаты, если мы говорим про платные сервисы, за вас уже все придумали. То же самое и с тильдой. В тильде есть десятки готовых шаблонов, которые вы можете использовать, вот прям, просто нужно изменить свой текст, вставить то, что вам нужно, нужно поменять фотографию, и все, и у вас уже готова красота. Для начинающих пользователей это безумно круто, в плане инфографики это тоже безумно интересно, потому что, смотрите, какая фигня у меня сейчас получилась, и какая была изначально, до того, как я сюда влез. лучше всего, конечно, я бы просто по-хорошему не вставлял сюда никакие новые диаграммы, чтобы это выглядело красиво и органично, просто использовал то, что разработали профессиональные дизайнеры до меня. И только поменял информацию, вставил те данные, которые нужны, конкретно, нужно нанести мне. Если что-то лишнее, то удалил и разнес так, чтобы оно было как-то пошире. Вот оно продолжает тогда выглядеть здесь органично. Принцип работы что с Женей, что с конвой элементарно прост, мы что видим, то и получаем. Нажали, например, здесь надо изменить вручную цифру 67 тысяч, нам надо написать, что у нас 100 тысяч 400. Мы получили такую цифру. После этого мы нажимаем, когда уже все сделали, сохранить, пишем имя, после этого нажимаем посмотреть. Так, извините, здесь это немножко не так работает. Сейчас, секунду. Антон, ты нам скажи, что ты делаешь, а то мы их смотрим за руками фокусников и не понимаем. Я сейчас пытаюсь найти кнопочку, которая разрешает вставить на сайт, то есть, то, что у нас получилось, чтобы оно вот так красиво все прыгало, скакало. Я пытаюсь... А, вот она. Смотрите, когда мы все сделали, мы нажимаем на кнопку All Set, они эту кнопку поменяли просто, поэтому я ее сейчас долго искал, с ракетой. Нажимаем на нее, нажимаем Reusable, пусть она так будет, допустим, Title, COVID, Description, описание какое-то пишем, нажимаем еще раз All Set, нажимаем либо просмотр, либо Share, пошерить, и вот кнопочка Yes, Insert, вставка. Все, мы копируем код, либо iFrame, либо скрипт, в зависимости от того, какая у вас система управления сайтов, в принципе, Tilda, например, работает и с этим, и с тем, и с тем. Мы просто копируем этот код, и как код с YouTube вставляем на наш сайт в любое место, куда нам надо это разместить. Как только мы вставим это на наш сайт, либо в Tilda, нажмем там на сайте уже опубликовать, и посмотрим, что у нас получается. У нас вот эта инфографика, она будет интерактивная, понятная, и только логотип. Только логотип Geniali снизу слева будет выдавать то, что это где-то что-то вот создано через какой-то сервис. А так можно поменять любую информацию и получить красоту. Ну, и что я вам скажу, у меня на этом, наверное, все. И поэтому я готов к Блицу, вопрос-ответ, самые безумные вопросы, не менее безумные ответы, все по хардкору, как мы любим. Погнали. Логофик, так, так, так. График в виде гифки можно здесь в Geniali создать, то есть, например, показать раз за 10 дней. То есть, чтобы двигался график, где прогресс за 10 лет, можно тут, и можно исключать в виде кайва, чтобы в соцсетях это использовать из Geniali. Катерина, если нужно создать график в виде гифки, то я бы сделал по-другому. Я бы делал просто серию картинок с графикой, потому что через Geniali я не знаю, наверное, такое невозможно. Это либо делать через Flourish Data Visualization, помните, там, где у нас прыгала статистика по фейкам про ковид, но это довольно сложный сервис, тяжелый для использования, либо я бы просто нарисовал картинки, график. Так, одну секунду, давайте я остановлю демонстрацию. Либо я бы нарисовал просто 10 картинок по развитию, закинул эти 10 картинок на giffi.com, нажал кнопочку «Создать из этого гифку» и получил бы в конце концов с помощью гифки эту гифку, которую уже заливал в соцсети. И так было бы, наверное, если мы говорим именно для соцсетей, правильнее всего и быстрее и проще. Так, можно ли скачать в виде файла, чтобы в соцсетях это использовать сержение? Да, скачать в виде файла можно, но только в премиум. В премиум мы смотрели там какой-то ценник, сейчас посмотрю еще раз, сколько стоит премиум аккаунт. Убрать премиум, но минимум а, нет. Так, так, импорт, импорт, не все. Да, минимум 7,5 евро и у вас будет скачиваться либо JPEG, либо PDF, либо HTML. 7,5 евро в месяц, если вы оплачиваете на год вперед одним разом, одним платежом. Так, вопросики. Давайте вопросики. У нас еще есть какое-то время на ваши вопросы, пожалуйста. Оксана Силантьева есть хорошая книга 92 мультимедийных формата. да. Александр Градюшко Санцан еще пишет, у Оксаны Силантьева есть хорошая книга 92 мультимедийных формата. Антон, читали? Можете ли порекомендовать это пособие слушателям? Да, читал, но читал я ее давновато и там было в том числе, если я не ошибаюсь, там про плейбас, про квизор и так далее. Я не знаю, есть ли у нее сейчас книга, например, переиздания, но те, которые были, если я не ошибаюсь, если это было у нее про плейбас и квизор, как я уже сказал, это платные и довольно дорогие инструменты стали со временем. Поэтому, да, я жесточайше рекомендую, но просто не забывайте сами вручную нажимать, нажимать, открывать те сайты, смотреть, что они предлагают, насколько изменился функционал, насколько там дорого, недорого и так далее. Потому что я даю обычно инструменты, которые либо бесплатные, либо условно бесплатные, но книга хорошая. вопросики. Я там в чат скинул, пока нет вопросов, анонс вебинара по исследованию. Кстати, Антон, твой кашель наш, конечно, очень волнует в последнее время. Вебинар по журналистскому исследованию будет 10 ноября через неделю во вторник. Значит, тоже ссылка в чате, где можно всегда поддержать Безорусскую ассоциацию журналистов и рублем, и копейкой. Ну, а ваши вопросики мы ждем и слушаем. А сейчас я еще скину формочку очень короткую для тех, кто хочет видео и получить презентацию. Заполните эту форму, ставьте там свой имейл, я вам пришлю, как только я зашлю, залью этот видос, вам пришлю ссылочку. Кому нужна видео и презентация, заполните форму, все пришлем. Вопросы к Антону Суряпину если есть. Еще у нас три минуты есть вебинара, есть ли какие-то уточнения, подробности, если всем все понятно, то заполняйте форму и пришлю вам значит. Александр Городюшко пишет, как расцениваете перспективы технологии искусственного интеллекта в создании мультимедийных форматов? Сан Саныч, давайте так, если мы говорим про перспективы, что искусственный интеллект будет создавать вообще абсолютно новые форматы, там придумает условно из, ну, вместо инфографики будет аудио, HTML, интерактивно, не знаю, мультяшная инфографика, то, наверное, нет. Но если мы говорим про то, что какие-то мультимедийные форматы будут создавать, человек может придумать, а искусственный интеллект уже будет рисовать, например, инфографику, то абсолютно да, я не вижу вообще никаких проблем, почему искусственный интеллект, который может просканить условно всю статистику по ковиду в мире за последнее, там, за все время сначала распространения эпидемии и создать на основании этой информации инфографику вообще не вижу проблем, почему это невозможно. Но просто именно создавать, прям придумывать совершенно какие-то новые форматы, типа придумать пятое колесо на машину, там есть классический текст фото-видео и придумает искусственный интеллект, я даже не знаю, даже моего интеллекта не хватает, но это чтобы подумать, что это может быть, это мы там технические вопросы решаем, если еще есть какие-то вопросы к Антону, вот еще буквально одна-две минутки он может остаться, хотя Антона вы можете найти в социальных сетях и допрашивать бесконечно по утрам, дням, вечерам, Антон такое чувство, не выползает из работы, все время он в каких-то проектах своих верстает, что-то на тильде и так далее, и так далее, давайте так, буквально одну минуту ждем, если вопросов нету, то расходимся до следующего вторника, когда будет вебинар по журналистскому расследованию от Александра Ярошевича, расследователя, журналиста, форму, да, еще раз продублирую, вот вам форма, Google форма, заполняйте, поставьте свой email, если вам нужно видео, и мы все пришлем вам, будете смотреть на Антон, еще, еще, да, ну, если вопросов нет, презентация, да, презентация будет у вас, пощелкайте по ссылкам, я все не открывал, по ссылкам будет все интересно, это, по крайней мере, лучшее, что я могу порекомендовать, и это почти большинство, абсолютное большинство инструментов, с которыми лично я своими руками работал, и те, которые такие, вот я отобрал, которыми можно пользоваться, которые можно рекомендовать, за которые не стыдно, что я порекомендую, а потом люди скажут, а что за фигня, там программист не смог разобраться, это все простое, это все рабочее, это все такое, очень сильно упрощает вашу жизнь. Вопросов нету, можно в чате поблагодарить Антона Суряпина, в этом международном таком нашем вебинарчике, встречаемся через неделю, во вторник на вебинаре про журналистское расследование, вот, мы еще с Антоном тут посидим, почитаем, если кто-то будет писать какие-то отзывы, ну, а так, всем хорошего вечера и заходите на сайт Ассоциации журналистов, спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто задавал вопросы, вопросы всегда бодрят, призываю, задавайте на вебинарах вопросы, потому что сидеть, разговаривать с самим собой, когда фидбэка почти нет, ну, это просто морально тяжело, иногда даже возникает вопрос, а меня вообще слышат, может, у меня там уже интернет сломался, и отлично. голос из темноты ведущего, который говорит, да, да, Антон, слышим. Ну что, спасибо большое, Антон, оставайтесь с нами, не болейте, одевайте маски, мойте руки, вот, пускай все останутся здоровы, живы, все будет хорошо, всего хорошего, хорошего вечера. С вами была Дворорусская ассоциация журналистов и Антон Суряков. До свидания. Пока. Сан Саныча ответил на ваши вопросы. Продолжение следует...